Библейский портал экзегет.ру представляет 12 глава книги «Премудрость Соломона» Я ее читаю в синодальном переводе для библейского портала «Экзегет». Она продолжает 11-ю не только по нумерации, но, по сути дела, эти две главы, в общем-то, это один какой-то материал, и не только и две, но и больше, и то, что раньше, и 13-я сюда же подойдет. Деление на главы здесь очень условно. И 11-е заканчивается довольно неожиданно. Почему? Потому что до этого там шла речь про наказание египтян при исходе из Египта. Соответственно, они язычники, у них все плохо, и они этого заслужили. И вдруг, и вдруг ты все щадишь, потому что все твое душу, любивый Господи. Когда ты щадишь египтян, когда такие страшные казни, более того, эти казни не просто какой-то каприс, это свидетельство того, что израильтяне избраны, а египтяне пребывают в невежестве. Они язычники, и на них кара Господня падает. Но я напомню, что премудрость Соломона вообще-то писала, скорее всего, в Египте, в Александрии. Александрия египетская, крупнейшая культурная, политическая, религиозная, экономическая, какой угодно центр. Там Париж древнего мира, да. Там, может быть, есть более могущественный Рим, который завоевал Александрию, но по богатству культурного разнообразия, конечно, Александрия непревзойденная. И египтяне, что же это всего лишь просто язычники? Да, они язычники, но неужели они чужие богу? Неужели вот вся эта великолепная культура? Неужели вот все это множество людей, которые читатели книги видят на улице, на базаре, соседей его? Это все просто какой-то мусор под ногами. Нетленный твой дух пребывает во всем. Посему заблуждающихся ты мало-помалу обличаешь и напоминай им, в чем они согрешают. Вразумляешь, чтобы они, отступив от зла, уверовали в себя Господи. Даже страшные наказания египтян – это не просто какая-то злоба, как человек может разозлившись, все разрушить. Это их педагогика, это воспитание, это какой-то способ намекнуть им на что-то. Так, возгнушавшись древними обитателями святой земли, твойной речью Таханаани, совершавшими ненавистные дела, волхвование, нечестивые жертвоприношения, и безжалостными убийцами детей, и на жертвенных пирах пожиравшими внутренности человеческой плоти и крови в тайных собраниях, и родителям, убивавшими беспомощные души. И вот нам трудно себе сейчас это представить, но человеческие жертвоприношения, прежде всего детские, действительно были распространены в ханонейских культурах. Ну, почему? Потому что божеству надо отдать лучше. Самое ценное – что может быть ценнее твоего ребенка? Вот если ты его отдал, то, значит, ты уже ничего не пожалел. Кстати, в книге «Бытие» Авраам был готов отдать. Просто Богу это было ненужно. История о несостоявшемся жертвоприношении Исаака. И, конечно, просто сегодня мы скажем, ну, все культуры равноценны. Вот, знаете ли, нельзя истреблять другой народ просто потому, что у него другая культура. Это правильно. Но, может быть, сегодня просто не осталось таких народов, которые приносят жертву своих детей. Есть такой очень жестокий, но очень реалистичный фильм «Апокалипта» о той культуре Центральной Америки, которую уничтожили конкистадоры. И мы видим, что эта культура действительно очень жестокая и кровавая, хотя конкистадоров не назовешь какими-то няшками, которые принесли туда цветочки. Но точно они прекратили что-то ужасное. И здесь что-то похожее. Истребление хананеев — это не просто месть, это предотвращение воспроизводства страшной культуры, где убивают своих детей. Здесь он утверждает даже, поедают человеческую плоть. Мы не знаем, может быть, это преувеличение какое-то. А что такое жертва? Это, в принципе, сатрапеза с Богом. То есть, когда ты садишься с Богом за один стол, символически. Поэтому, наверное, и ели то, что приносили в жертву. «Ты восхотел погубить их руками отцов наших, то есть израильтяне истребили эти народы, дабы земля, драгоценнейшая всех у тебя, то есть ханаан, приняла достойное население отчет божих. Но их, как людей, ты щадил, послав притечами воинство твоего шершни, дабы они по-малу истребляли их». А шершни, ну, то есть такие кусачие насекомые, оводы, можно еще иначе сказать, в общем-то, ничего особенного, но неприятно. И там, где много оводов, люди жить не захотят. Получается, что вот эти местные народы просто бежали в значительной степени от сил природы, нежели от мечей израильтян. «Хотя невозможно было тебе войной покорить нечестивых праведным, то есть хананеев израильтянам, или истребить их страшными зверями, или грозным словом в один раз». Господи, ты мог сказать слово, они бы умерли. «Но ты мало-помалу наказывай их, давал место покаянию. Знаю, однако, что племя их негодно и зло их врожденное, и помышление их не изменится вовеки». Вот очень важный момент, да? То есть Господь, наказывая, дает место покаянию. Когда мы читаем книгу Иисуса Новина, мы ничего этого там не видим. Там вот прямо истребить, 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 да? Но это уже более поздняя книга, и более того, она не каноническая, я напомню. То есть это отчасти размышления над текстом Священного Писания, лишь отчасти само Священное Писание. В общем-то, даже скорее нет, чем да, про Священное Писание, про то, как относится ли книга к нему. Но очень важно же не только, что сказано вот в несомненно канонических книгах, важно, как их прочесть. Книгу Иисуса Новина очень часто прочитывают, как призыв к геноциду, призыв к жестокому наказанию тех, кто язычник, да, и тех, кто иноверец. Да нет, смотрите, Бог мало-помалу, наказывая их, давал место покаяния, даже зная, что его не будет. Но надо дать эту возможность. «Ибо всеми их было проклятое от начала, и не из опасений пред кем-либо ты допускал безнаказанность грехов их». Кстати, да, почему допускал безнаказанность, почему сразу не уничтожил. «Ибо кто скажет, что ты сделал, или кто противостанет суду твоему, и кто обвинит тебя в погублении народов, которых ты сотворил? Ой, обвинят!» Сколько таких обвинений мне доводилось слышать. «Или какой защитник придет к тебе с ходатайством за неправедных людей?» Очень похоже на Павла с его апостола, Павла с его рассуждениями о глине, с которой горшечник волен сделать, что хочет. И Бог точно так же волен со своим творением. «Ибо кроме тебя нет Бога, который имеет попечение о всех, чтобы доказывать тебе, что ты несправедливо судил». То есть, чтобы судить, нужно быть более авторитетным. Да? «И кто может быть более авторитетным, чем Господь?» «Ни царь, ни властелин не в состоянии виться к тебе на глаза за тех, которых ты погубил. Будучи праведен, ты всем управляешь праведно, почитая несвойственным твоей силе осудить того, кто не заслуживает наказания». То есть, смотрите, мы не можем оспаривать Бога, но мы можем верить в то, что его суд справедлив. Может быть, не очень хорошее утешение для тех, кто считает конкретные какие-то события несправедливыми, но это вопрос веры. Вот есть вещь, где знание, есть области, где знание утыкается в некий барьер, и остается вера, а вера – дело добровольное. Хочешь – принимай это. Не хочешь – ну что делать? Не принимай. Но другого объяснения нет. Это честно. «Ибо сила твоя есть начало правды, и то самое, что ты господствуешь над всеми, располагает тебя щадить всех. Силу твою ты показываешь неверующим всемогучству твоему, и не в признающих тебя обличаешь дерзость, но, обладая силой, ты судишь снисходительно, и управляешь нами с великой милостью, ибо могущество твое всегда в твоей воле». Если сказать немножко проще, да, Господи, ты наказываешь другие народы, но лишь для того, чтобы изменить их. Долгий и сложный процесс, но Египет очень скоро станет центром раннего христианства, потом, конечно, ислама, но и христианство в нем сохранится, то есть язычество в Египте будет уничтожено, причем это произойдет всего через несколько веков. Ну да, несколько веков мы не живем, нам кажется, очень долго, но с исторической точки зрения совсем не так много. «Но такими делами ты получал народ той, что праведному должно быть человеколюбивым, и внушал сынам твоим благую надежду, что ты даешь время покаяния во грехах». Значит, долготерпение Бога и его милость – это пример для человека, не торопись судить. «Ибо если врагов сынам твоим и повинных смерти ты наказывал с таким снисхождением и пощадой, давая им время и побуждение освободиться от зла, то с каким вниманием ты судил сынов твоих, которых отцам ты дал клятвы и заветы благих обетований? И так, вразумляя нас, ты наказываешь врагов наших тысячекратно, дабы мы, когда судим, помышляли о твоей благости, и когда бываем судимы, ожидали помилования». Вот все эти примеры божественного вмешательства в историю, наказания египтян, потом хананиев – это примеры милосердия. Ничего себе! Вот, читая книгу Иисуса Новина, да и исхода, как ты не думаешь о том, что это книга про милосердие Божие, а вот он это видит. Но ведь, знаете, как говорят, красота в глазах глядящего, а и толкование тоже в глазах, в сознании, в чувствах толкователя. И вот наш толкователь находит то, что он считает верным. «Потому ты тех нечестивых, которые проводили жизнь в неразумении, ты истязал собственными их мерзостями, ибо они очень далеко уклонились на путях заблуждения, обманываясь подобно неразумным детям и почитая за богов тех из животных, которые и у врагов были презренными». Ну, вот в Египте часто богов изображали с головами животных, и, конечно, не все из них были такие милые животные, а какие-нибудь там крокодилы, шакалы тоже были в этом пантеоне. И очень важный принцип – ты истязал их собственными мерзостями. То есть вот и Павел будет об этом писать, что бог предал их в руки их собственных страстей, и что они хотели, то они и получили. Другое дело, что это им не понравилось. «Посему, как неразумным детям в посмеянии послал ты им и наказание, но не вразумевшись обличительным посмеянием, они испытывали заслуженный суд Божий, ибо что сами терпелись досаду, и тоже увидев на тех, которых считали богами, и через которых были наказываемы, то есть на своих идолах, они познали Бога истинного, которого прежде отрекались знать, потому и пришло на них окончательное осуждение». Окончательное осуждение, то есть все же это терпение не бесконечно, все же в какой-то момент чаша переполняется и подводится большая жирная черта под жизнью этого общества, этого народа, этой страны. Но на этом 12 глава завершается, а рассуждения о наказаниях и исправлении язычников, конечно же, нет. Продолжение следует...